Справедливое решение от судей, единогласно причем, присудили ничью, да, узбейский боец смотрелся чуть лучше, но не сказать, что с заявным преимуществом. Второй бой. Боец из Узбекистана, адрес Курши, команда Мангус, весовой, который 74 килограмма, рост 7,8 сантиметров, чемпион Узбекистана по кинг-буксингу, тренер Мансур Тагисбаревс, ничан Утхиро, Айбе, бойцы Севедино. Очередной бой, будем надеяться, этот бой окажется, да, действительно призывает сейчас ведущие мероприятия к аплодисментам трибуны. Ну вот, собственно, пошел секундомер, первый раунд, Олганов, Бигзад против Айбека Уткирова, очередное кингиско-узбекское противостояние. Бигзад сейчас спиной к нам, в трусах Мфайтер, ну и, собственно, в таких аляпистых шортах Уткирова и Биг. Хорошая двоечка, но Бигзад вовремя среагировал. Уроженец Майлусу, чемпион Сахалинской области, как-то не странно, но, возможно, в армии. В армии бывал, и, собственно, армейские заслуги парня, что, конечно же, добавляет уважение к нему. Я думаю, Бигзад способен показать свой максимум сегодня. Хороший лоу-кик. Полторы минуты первого раунда минули, а вот здесь неплохая атака пошел. Размен только-только хотел сказать, что без инициативы с какой-то стороны, но Бигзад попытался начать размен. Айбек Уткиров встретил руками. А вот это неплохой выпад. Последнюю секунду уворачивается Уткиров. Кстати, узбекский боец на 3 сантиметра повыше, в свою очередь у Алганова Бигзада на килограмм побольше. Очередной хай-кик в блок. Я думаю, в этот вечер мы не единожды увидим подобный прием. Пытается как-то разведать джебом Айбек Уткиров. Меньше двух минут остается в первом раунде. Пока выжидают оба бойца момент. Пошел в атаку Айбек. Встретил Бигзад его ударом в корпус. Вот здесь повезло. Если бы попал, было бы больно. Но оба бойца предпочитают работать в стойке. Поэтому у нас в принципе на настил никто не опускался. Здесь хорошая двоечка от Уткирова. Прошла причем. Едва не потеряла равновесие у Алганов. Но это наоборот должно взбодрить кыргызского бойца. Удар с разворота скорее порадовать публику, нежели для эффективности. Но двоечка неплохая. Ждет, ждет Бигзад момента. И вот здесь пытался акцентированно пробить. Не получилось. Очередная двойка. У Кирова руки подлиннее. И встречные джабы могут быть болезненны. Последние 10 секунд первого раунда. Ну и вот, собственно, подходит к концу первый раунд. Резюмировать его можно следующим образом. Оба бойца пока присматриваются друг к другу. Ищут слабые места. И тот, и другой любят поработать в стройке. Практически не видели мы в этом бою перехода в борьбу. На старте раунда. Разменялись выпадами. После этого боя подготовится Батару Рубек. Пока все на атаке скорее разминочные. Будем надеяться, во втором раунде будет куда интереснее. Кстати, на турнире Selection, буквально несколько днями ранее, до турнира в Джалабаде, даже было очень много боев. И все эти бои мы показали на нашем телеканале. Кстати, смотрите нас и на YouTube. Можете отыскать записи. НТС Спорт. Все это в открытом доступе. Так вот, на турнире Selection, который рангом все-таки пониже, нежели турниры Pro Fight. Бои были гораздо зрелищнее и заканчивались куда быстрее. Там и обстановка была такая, знаете, ламповая, более уютная. Здесь все организовано как большой красочный ивент. И единственное, к чему есть пока претензии, это непосредственно к самому сценарию боев. Понятно, никто их не прописывает, просто бойцы очень осторожные. И в первом бою у нас такой затяжной был поединок характерный. Вот здесь второй раунд, поактивнее. Шикарный джеб у Айбека Уткирова. Все-таки пошел в борьбу. Бег зад. Сейчас может бросить. Шикарно бросил. Одно сумел, сумел скоперидоваться как-то. Уткиров в итоге в неплохом защитном гарде. Поймал все-таки в захват Айбек Уткиров. И сейчас довольно тяжело приходится Бигзату. Одна рука точно отдана. Остается только лишь терпеть. Пытается до конца растянуть. Но мы видим, что выдерживает подобный натиск. Ульганов. Бигзату приходится тяжело. В итоге Айбек решил, что ситуация бесполезная. Вышел менять позицию. Сам нарвался на треугольник. Ногами. Неплохо связал. Ну да, давно пора уже начинать работать. Пытается, пытается выйти из этой ситуации Уткиров. Ну и действительно, второй раунд куда интереснее. Три минуты пролетели мигом. Нельзя бить коленями в голову. Собственно, и локтями. В такой позиции, я имею в виду. Да, здесь подсказывают, что Уткиров держится за сетку. Это правилами запрещено. Все-таки вышел Айбек из этой ситуации. Сейчас он сверху пошел в атаку. Опять вяжет Ульганов своего оппонента. И вот попытка развернуться. Чуть-чуть сил не хватило. Чуть-чуть не хватило. Ну и нужно в защите сейчас поработать. Повязать оппонента. Отдышаться. Поднимаются оба. Последние 10 секунд во втором раунде. Кстати, за руку-то поймал как. Пытается вывернуть руку. Жалко, заканчивается время. Но нет, есть еще 10 секунд. Айбек Гудкиров. Нет, все-таки заканчивается второй раунд. Интересно, хватило бы сил Бигзата Ульганова, если бы была еще минута довести свой болевой до конца. Давайте посмотрим самые яркие моменты. Раунд второй был куда зрелищнее, нежели первый. Пока эти все выпады на повторе в воздух. Собственно, пошли помогать секунданты. Бригада вокруг узбекского бойца целых 5. Штаб состоит из целых 5 человек. Вот это бросок Ульганова. Ну и вот от него же попытка исполнить болевой прием на последних секундах второго раунда. Да, было действительно красиво. Посмотрим, что будет дальше. Собственно, просят бойцов в октагон. В первом появляется на правах хозяин Бигзата Ульганов. Ну и Айбек Уткиров следом. Третий раунд. Решающий раунд противостояния. И учитывая, насколько активны были бойцы во втором раунде, я думаю, накал в третьем будет куда интереснее. Ну вот есть такая манера у Бигзата, боксерская, на каждый выпад, так реагировать, кивать. Зачастую это замечено за боксерами. Возможно, в этом есть какой-то свой смысл. Определенным образом провоцировать оппонента. Ну видно, что подустал представитель Майл Су. Ну вот. Подсказывают секунданты. Давай справа уже, давай справа. Действительно, возможно, это коронка. Посмотрим. Но пока опять пытается размять ударами по ногам. И вот неплохой выпад. Который как-то оживил даже Айбек Уткирова. Полторы минуты третьего раунда прошли. Хорошо встретил. А что здесь? Здесь не стал дожидаться Айбек Уткиров, пока его уронят. Упал сам. Но в итоге позицию выигрывает Бигзат. И нужно с этой ситуацией, конечно, выжимать максимум. Вот неплохо. Взял на удушение, но пришлось выпускать. Да, неудобно. Стоит держать очень неудобно. Ну и подсказывают, кстати, узбекские секунданты, что устал оппонент, давай работай. Посмотрим, слышит ли в своей Айбек Уткиров. Ну да, так чисто визуально кажется, что силенок у него осталось побольше в третьем раунде. Айбек Уткиров, это неудобно. последние две минуты попытка бокового неудачная и вновь перешли в ту стадию больше присматриваются друг другу хороший мидл кик и лоу пробил бигзат улганов и попытка прохода в ноги посмотрим чему это приведет переходят в партер айбек защитной позе бигзат пошел работать руками последняя минута если этот бой закончится собственно по регламенту все три раунда по пять минут то опять таки судям придется принимать тяжелое решение но справедливости ради в этом бою кыргызский спортсмен смотрелся куда лучше нежели кыргызский спортсмен в первом поединке вот давай должны при родных то трибунах наконец-то и болельщики подключились начали подбадривать пытается уткиров вязать ну и вот собственно бой подходит своему завершению действительно достойное противостояние и будем ждать решение судей было на что посмотреть определенно особенно во втором раунде вот попытка выпада которая свою очередь спровоцировала ответ на выпад от айбека от кирова есть ощущение что бигзат улганов несмотря на то что физически выглядят не скажу что слабее но менее подготовленного что ли все-таки с точки зрения мастерства и опыта за ним чувствовался контроль поединка заворачивается флаг узбекский без от айбек уткиров свою очередь завернулся в полотенце улганов бигзат ну и да побеждает единогласным решением с отсчетом 3-0 без от улганов возможно не так улганов